Многотысячная людская толпа штурмует здание СБУ Луганской области. Накануне были арестованы десятки активистов, требовавших референдума о федерализации Украины. Жители Луганска поставили ультиматум немедленно всех освободить. Милиция, охраняющая здание, пытается сдержать натиск. У них вырывают щиты, ультиматум не выполнен и люди выбивают двери. Разбудили Донбасс. Вы этого не хотели? Видит Бог, мы этого не хотели. Кто-то бросает коктейль Молотова. Народ встречают бронспойтами с лизоточивым газом, но это не останавливает. С СБУ сбивают вывеску и врываются внутрь. Милиция уже сопротивления не оказывает. Активисты из ветеранских организаций пытаются остановить людей от погрома здания. К СБУ приезжает начальник УВД Луганской области генерал Гуславский. Он обещает выполнить требования протестующих. Его проводят через разгневанную толку. В итоге к вечеру воскресенья все арестованные оказываются на свободе. Один за всех и все за дорогу! Алексея Корякина, бывшего десантника ВДВ, задержали в 4 утра в Стаханове бойцы Киевской Альфы. Обвинили в измене Родине и подготовке к диверсии. Идет сейчас репрессия по митингующим, которые поддерживают федеративное устройство государства. Таким образом затыкают рты. И на сегодняшний момент у них это получилось. Спасибо ребятам, отбили нас. У восставших уже есть свой лидер. Валерий Булатов называет себя руководителем штаба армии Юго-Востока. Одно обращение. Отмена президентских выборов. Назначение даты референдума. Мы хотим жить мирно. Булатов это тот самый человек на видео из интернета, который призывал к вооруженному восстанию, если власти не выполнят требования народа. За деньги захвата СБУ он снял с себя маску. Я. Булатов Валерий Дмитриевич. Теперь уже все партизаны говорят без масок. Я гарантировал эти 20 тысяч штыков. И если нужно, мы и 70 наберем. Я за свои слова отвечаю всегда. Вы не верили, а мы здесь. И мы работаем. С сегодняшнего дня мы называемся армией Юго-Востока. Они вскрыли оружейные комнаты. Там стволов на батальон. Калашников, винтометы, пулеметы, СВД и огромное количество боеприпасов. Если до 6 апреля не будут выполнены наши требования, мы вступим в открытое противостояние. Одновременно с Луганском протестующей в Донецке идут на штум правительственных зданий. Я нахожусь на козырьке главного входа областной администрации Донецка. Ее несколько минут назад захватили митингующие и подняли российский флаг. Здесь тоже сопротивления практически не было. Все по майдановскому сценарию. Какие цели преследовать? Что дальше-то делать? Вот захватили. Дальше, пока нас не услышат, Киев, Москва. Будем стоять до последнего. Отсюда мы не уйдем. Россия! Россия! Мы идем! Чтобы мы не входили в Евросоюз, не шли в НАТО, не воевали. Чтобы наши дети жили спокойно. Мне не все равно, что будет завтра с нашей страной. Двадцать с половиной часа. Они будут здесь. Они же едут на автобус. Держант милиции, подони, пожалуйста, замереть свой счастье. Держант милиции, подони, пожалуйста, замереть свой счастье. Провозглашает создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ